Доброе утро! Сегодня среда, 13 мая. В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллинн». У нас в гостях вице-мэр столицы Вадим Белобровцев. Доброе утро! Доброе утро! На этой неделе стали открываться постепенно спортивные и игровые площадки города Таллина. Что нас ждет к концу недели? Все ли откроется сразу? Ну, действительно, с начала нынешней недели начался первый этап смягчения различных ограничений, которые у нас в последней неделе были. И здесь нужно сказать, что Таллинн подходит к смягчению ограничений поэтапно. Первый этап начался с 11 мая, с понедельника. И первый этап подразумевает открытие детских игровых площадок, спортивных площадок, площадок для выгула собак и уличных тренажеров. И поскольку таких объектов у нас по Таллину очень много, одних уличных тренажеров, например, у нас 55 комплексов, то происходит это не сразу, постепенно, но в течение вот этой недели все, что я перечислил, в разных районах города должно быть открыто. С понедельника уже начали дезинфицировать и обрабатывать, соответственно, тренажеры, детские игровые элементы. И каждый день будут открываться новые и новые объекты. Поэтому я думаю, что к концу недели мы более-менее вернемся к тому привычному образу жизни, по крайней мере, вот в этой сфере, который у нас был еще до начала кризисного времени. Но и в то же время все-таки хочется напомнить людям, чтобы они с осторожностью относились к тому, что у нас еще, во-первых, чрезвычайное положение действует до 18 мая, как известно, и во-вторых, и правительство уже неоднократно говорило о том, что некоторые требования, в первую очередь по избежанию распространения коронавируса, останутся и после чрезвычайного положения. Поэтому ни в коем случае не стоит массово скапливаться на перечисленных объектах, стоит сохранять дистанцию. И я думаю, что, в принципе, не стоит в первый же день, что называется, бежать и посещать все возможные объекты, которые до этого были закрыты. Погода сейчас переменчивая. Во многом она все-таки располагает к тому, чтобы тренироваться. На улице, чтобы проводить время с детьми на улице. Но здесь все-таки следует соблюдать осторожность. Многие люди ждут открытия спортивных залов и бассейнов. Здесь когда вопрос решится? Сейчас мы наблюдаем за решением правительства. Было заявлено буквально вчера, что с 18 мая откроются тренажерные залы, спортивные залы. Можно будет проводить соревнования, например, без зрителей, и количество участников не должно превышать 100. Ну и так далее, и так далее. Были еще какие-то разные такие решения. Однако официально они должны будут быть оформлены правительством в четверг. Поэтому подождем, посмотрим, какое будет официальное решение. Мы со своей стороны готовы свои объекты открывать. Если их нужно будет открывать уже так рано, то, значит, будем открывать таким образом. Поживем, увидим. Приближается день Таллина, 15 мая. В данном положении какие мероприятия запланированы? Ну, понятно, что в этом году у нас масса мероприятий либо вообще отменяются, либо переносятся, либо, как вот в этом году мы решили с днем Таллина, приобретут совершенно новый вид. И здесь у нас будет действительно особенный день Таллина в этом году по двум причинам. Во-первых, около 55 мероприятий, которые пройдут в рамках Дня Таллина, раскиданы на три дня. И празднование Дня Таллина у нас уже начнется 13 мая и продлится, соответственно, 13, 14, 15. И, кроме того, мероприятия эти будут проходить в основном в интернете. Не все, но большая часть. Поэтому за ними можно будет наблюдать, не выходя из дома, что, наверное, во многом плюс. И можно будет успеть посмотреть гораздо больше, чем, например, обычно. 13 мая у нас темой основной этого дня является окружающая среда. Здесь ключевую роль играют, наверное, наш зоопарк и ботанический сад, которые предлагают от себя свои какие-то интересные проекты, которые можно будет понаблюдать в интернете. 14 мая у нас День культуры. Здесь также будет много самых разных интересных культурных, исторических событий. И за ними тоже можно будет следить в онлайн-режиме. Кроме того, будет и шоу «Иллюзиониста», и концерт, и стендап. То есть будет очень интересно. Ну и 15 числа непосредственно сам День Таллина, и который традиционно отмечается в эту дату с 2002 года, где будут собраны нам, может быть, такие самые интересные, самые важные вещи, причем для всех возрастов и дети, и молодежь, и взрослые смогут найти что-то для себя. Вся эта информация у нас есть на официальном сайте города Таллина. Ну и плюс за этими событиями можно будет следить на самых разных интернет-платформах, в том числе и самых распространенных. Поэтому я думаю, что будет достаточно интересно, а главное необычно, потом будет что вспомнить. Вадим, спасибо за информацию, успехов вам! Благодарю! Информационный блог «Добрый утро» Таллин подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях был вице-мэр столицы Вадим Белобровцев.